Санаторно-курортный комплекс Подмосковья Минобороны России круглый год принимает на своих объектах десятки тысяч отдыхающих. И это неудивительно. По оценкам экспертов, пять санаториев, три дома отдыха и одна база отдыха расположены в местности, где главенствует так называемая «Роза ветров». Это северные и западные районы Московской области, а также Тульская область. В таких местах прекрасный климат круглый год, который способствует лечению, реабилитации и комфортабельному отдыху для действующих военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей. Одним из таких подмосковных оазисов является санаторий Министерства обороны Марфина. Он располагается в большом старинном парке на берегу реки Уча. В знаменитой усадьбе Орлова-Панина можно забронировать первоклассный люкс или полулюкс и отдохнуть в барских условиях. Надо сказать, что усадьба Марфина взята под охрану государства как исторический памятник. Стоит отметить уникальную детскую игровую комнату в просторном историческом флигеле усадьбы. В главном современном корпусе санатория не менее уютные и комфортабельные номера, а также обширная библиотека, тренажерный зал, банный комплекс. Санаторий Марфина славится отличным современным медицинским оборудованием. Многие пациенты приезжают сюда по 10-15 лет. Высококвалифицированный медперсонал проведет обследование и назначит индивидуальный курс лечения. К вашим услугам все формы физиотерапевтического лечения. Электротерапия, магнитотерапия, светотерапия, ультразвуковая терапия, ингаляционная терапия, теплолечение, водолечение, включая радоновые ванны, комплексная гидропатия. А также сауна, лечебная физкультура, плавание в бассейне. Уникальная методика галлотерапии – лечение в условиях искусственно созданного климата соляных пещер. Она образовалась, когда, значит, в Перми, когда-то было море, оно тысячелетиям высыхало, оно высохло. На этом месте образовалась соляная гора. Вот, вся соль ушла в гору, и, конечно, минералы, которые там присутствуют в основном, калия, магния и остальные очень, там много разных минералов. Из этой горы, значит, выпиливают плиты и, значит, сооружают вот такую спелю пещеру. Вот, значит, в этой спелю пещеры образуется такой морской микроклимат, которым дышат, значит, наши отдыхающие. В солевой пещере мы лечим синуситы, фронтиты, гаймориты, танзелиты, значит, бронхиты, абструктивные бронхиты и так далее.